Пророки Царствия Божьего Вопрос первый, почему Иона убегает? Вопрос второй, почему Неневия покаялась? И вопрос третий, чего Иона ждет? Вот на все эти три вопроса, я думаю, в результате наших рассуждений мы сегодня и ответим. Но для начала давайте обратимся к тексту. Первая глава, первый стих написано. И было слово Господне к Ионе, сыну Амфину, встань и иди в Неневию, город великий. И проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы побежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис. И отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Итак, Иона сына Матай, человек, который пророчествовал во времена первого храма, он был из колена Завулонова, родом из Сарефат. Это Сарепта в русской библии. Течка такая или деревня недалеко от Сидона. Интересно, что это место уже однажды всплывало на страницах Священного Писания. И оно связывается с пророком Ильягу, который исцелил там маленького ребенка. Иона, точнее даже сказать, воскресил его из мертвых. И очень многие толкователи, исследователи говорят о том, что после того, как Ильягу исцелил или воскресил ребенка, ребенок стал его учеником и его постоянным спутником. И, собственно, это и есть Иона. Точно мы этого не знаем. Так говорит традиция еврейская. В дальнейшем Иона стал якобы учеником Элиши, Елисея. Но мы сегодня больше говорим об Ионе и о том, что мы находим в тексте. И так, как я и обещал, первый вопрос, который я обычно задаю и на который мы сейчас будем искать ответ, это вопрос, почему Иона бежит. Традиционное толкование этого ответа на этот вопрос звучит примерно так, что он не хотел по каким-то причинам покаяния Неневии. И так, что побежал в фарсис, причем в соответствии с древним языком, это все равно, что, наверное, по-русски сегодня сказать, побежал в тьму таракань, то есть он побежал куда-то очень далеко в надежде убежать от Бога. Для меня это сложное толкование. Почему? Мне трудно себе представить, что пророк Бога, Иш-ЦАДИ, как его характеризуют, вдруг решает по каким-то причинам, ну, я не хочу, чтобы они покаялись. На самом деле, само покаяние для человека праведного, даже в древнем мире, так же, как и сегодня, покаяние других – это высшая цель. Это то, ради чего он живет, будь то еврей или не еврей, он стремится к тому, это его природа, его сущность, чтобы человек, который находится во грехе, покаялся. И вдруг Йона решает, нет, я не хочу, чтобы не невитяне каялись, и вплоть до того, что решает убежать от Бога. Не хочет, просто не хочет покаяние грешника, но, на мой взгляд, какой-то мотив не очень естественный, не очень правдоподобный. И я задумался над тем, а может ли быть другой мотив. И оказывается, может быть, и намек на это мы увидим, если поймем, что об Ионе говорит еврейская традиция. На самом деле, еврейская традиция говорит о том, что к тому моменту, когда он услышал призыв, а произошло это на праздник постановления Кущи в соответствии с еврейской традицией, так вот, когда он услышал призыв пойти в Неневию, чтобы она покаялась, он к этому моменту уже однажды проходил нечто подобное, когда, услышав призыв проповедовать в Иерусалиме о покаянии, и он исполнил этот призыв. И когда Иерусалим покаялся, евреи покаялись, естественно, Бог отменил свое наказание, и тогда многие люди, которые там были, сказали об Ионе, что он лжепророк. Почему? Потому что в соответствии с законом Моисея, если кто-то проповедовал, говоря от лица Божьего, и это не сбылось, то это означает, что он лжепророк. И опять-таки традиция описывает, что Иона тогда пережил очень-очень тяжелые времена, и когда снова прозвучал к нему призыв только на этот раз идти проповедовать Неневию, Иона испугался, что если он это сделает, и Бог опять простит людей, то его уж точно уже и язычники признают лжепророком. Я отдаю себе отчет в том, что это всего лишь одна из трактовок, которая строится на каких-то косвенных вещах, на традиции еврейских каких-то. Но почему мне понравилось это толкование? Потому что, на мой взгляд, страх это гораздо более сильный мотив, который мог побудить Иону убегать. Он ведь прекрасно понимал, что ему не удастся скрыться от Бога даже в Фарсисе, в тьму таракани. Он это прекрасно осознавал, но все равно бежал. Так как бежал Ильяху, когда знал, что Изавель его обещала убить. Так как другие поступали из страха, как ученики Ишуа поступили, когда его арестовали. Страх это очень сильный мотив, который, на мой взгляд, может оправдать поведение даже такого праведника, как Иона. Смотрите, что он говорит Господу в 4 главе, во 2 стихе. «И молился он Господу и сказал, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я бежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, милостивый, и сожалеешь о бедстве». То есть Иона еще прежде, чем все это произошло, знал, как это будет происходить. И для него было естественно бояться последствий этих событий. Тем более, что будучи человеком праведным в соответствии с законом Моисея, когда очередной раз не сбылось бы его пророчество, я думаю, он должен был бы вынужден прийти в Иерусалим на суд. Потому что мы знаем, что в соответствии с законом Моше, Тары, с законом Божьим, человек, который является лжепророком, должен быть судим Синихидрином. И Синихидрин имеет право вынести ему смертный приговор. И так опасаясь этого, Иона бежал. Он, как мы с вами знаем, оказался на три дня в чреве кита, чем, собственно, явил этому миру пророчество, которое упоминает Ешо, будучи здесь на земле, про три дня и три ночи. Я предлагаю вам посмотреть мой урок, который называется «Два шабата, одно воскресенье». Я там про исполнение этого пророчества говорю довольно подробно. Сейчас я не буду об этом говорить. Но интересно, что раввины и следующее священное писание обратили внимание. В современной истории есть два случая, когда человек оказался в чреве большой рыбы, и шел живым человеком из чрева рыбы. Оба эти случая объединяются одним очень интересным фактом. Люди в результате пребывания вот в этом желудочном соке изменили пигментацию цвет волос, цвета кожи. И раввин, который описывал эти примеры, говорит, что люди выглядели бледными подобными смерти. Интересно. Мы с вами читаем, что жизнь ионы сохранилась, но нигде не написано, что он не потерпел ущерба. А это значит, что вполне может быть, что он выглядел точно так же. К чему я это говорю? К тому, что мы читаем дальше с вами. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу столько, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. Это третья глава с первого по шестой стих. Представьте себе картину. Если действительно его внешность изменилась, то есть он стал вот такой бледный, как смерть, нам немножко напоминает фильмы ужасов. И вот в таком виде он ходил по Ниневии, и смотрите, что он говорит. Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Сорок дней, и Ниневия будет разрушена. На самом деле, тут интересно, он использует слово, которое переводится как разрушено, и это правильный перевод, но не весь. Почему? Потому что в еврейском языке стоит слово нафехет, что значит как разрушено, так и перевернуто. И многие толкователи говорят о том, что Ионе пришла идея проповедовать именно так, потому что он понимал, что Ниневия либо будет разрушена, либо она перевернется, в смысле покаяться. Именно это слово можно использовать для объяснения покаяния. Но вот на что я хочу обратить сейчас наше внимание. Почему Ниневия покаяла? Он не призывает ее покаяться. Откуда у ниневитян вообще взялась идея, что если перед Богом покаяться, то Бог может простить? Я интересовался вопросом, я знаю, что большинство языческих культов не содержат идею теологии вообще как таковой. То есть обычно теология языческих культов, что Бог есть, он может делать, например, Зевс, да, он может делать очень многое, его нужно ублажать, как ублажать, жертвы и молитвы, все. сами по себе культы языческих богов не были носителями какой-либо философии, каких-либо правил поведения. Я спросил у раввинов некоторых, что они думают на эту тему, мне сказали, ну, это естественная реакция, как бы, если ты обидел человека, ты хочешь покаяться, может быть, да, но у меня возникает вопрос, откуда они знают вообще о Боге? Когда Павел, например, проповедовал в Ариапаге о Боге неведомом для греков, ну, для них это была речь еще об одном Боге и все, их много в их представлении. Другими словами, ответы, которые мне давали, меня абсолютно не удовлетворяли, я стал размышлять, думать, молиться, и вот что мне пришло вот в результате этих размышлений. Если мы обратимся к еврейской традиции, то мы узнаем, что у Соломона, которого, как известно, было 300 жен и 700 наложниц, было неизвестное количество детей, то есть их никто никогда не подсчитывал. После смерти Шлема, разумеется, все эти люди разошлись, почему? Потому что многие из них были очень высокого звания, кто-то царского рода, вполне могли разойтись к своим родителям, что соответствует законам Торы, то есть если у женщины умирает муж, она вполне имеет легитимное право отправиться в дом отца своего, где будет спокойно жить. Так, например, традиция считает, поступил ли, видимо, поступила мать Навуходонессора, Навуходонессора, как его называют в русской Библии. Многие толкователи говорят о том, что Навуходонессор был как раз одним из потомков Соломона, что и объясняет собственно тот факт, что когда Бог к нему обратился, он понимал, кто к нему обращается, ну и там многие вещи в жизни Навуходонессора это объясняет. Возможно, речь идет о том, что царь Неневии был одним из таких потомков Соломона. Возможно, что тоже правда, исторические документы подтверждают, что очень многие царства вокруг Израиля, видя величие Давида и величие Соломона, приняли иудаизм как свою базовую религию. Возможно, это было именно точно так и в случае с Неневией. Во всяком случае, мы нигде не находим на страницах Священного Писания, чтобы Иона проповедовал, призывая покаяться, но Неневия приходит к этому. И даже их царь, как мы с вами прочитали, облачился во вретище и раскаялся в грехах своих. Итак, мы отвечаем на вопрос, почему Неневия покаялась, потому что она знала, что если перед Богом раскается, то Бог простит. И третий вопрос, на который я обещал вам ответить, чего Иона ждет. Если мы с вами читаем Иона 4 глава 5 стих, написано «И вышел Иона из города и сел с восточной стороны города и сделал там себе кущу. И вышел Иона из города и сел с восточной стороны города». Казалось, он сделал все, что от него требовал Бог. Он имеет возможность спокойно идти. Больше того, закон призывает его вернуться в Иерусалим для суда, потому что Неневия покаялась и Бог сказал «Не будет разрушена через 40 дней». Да, она была разрушена позже, но не через 40 дней. Но вместо этого он выходит и обратите внимание, он садится и ждет и он делает там себе кущу. Куща или как это на еврейском языке называется сука, безусловно связывается с двумя вещами. Первое это связывается с праздником Суккот, постановления кущей. Почему? Потому что праздник постановления кущей это праздник царства Мессии. Здесь мы должны вспомнить, что в книге пророка Захарии упоминается о том, что когда мессианское царство придет в этот мир, когда Мессия будет сидеть на Тровине в Иерусалиме и оттуда управлять всем миром, один из праздников буквально упоминается в 14 главе Захарии, будет праздноваться и люди для этого будут приезжать в Иерусалим со всего мира. Это праздник постановления кущей. Об этом мы читаем у пророка Захарии. И вот теперь мы видим, что когда Иона увидел кающихся язычников, а очень многие пророки говорили о том, что покаяние язычников есть признак пришествия Мессии, приблизившегося Царствия Божьего, он ставит кущу. Собственно говоря, в дальнейшем это действие повторяют апостолы, когда они видят преобразившегося Иисуса перед ними на горе Фавор, они тоже ставят кущу. Почему? Потому что видя его измененного, они думают о приближающемся Царстве Мессии, а значит в их представлении надо ставить кущу, поскольку это главный символ грядущего Царствия Мессии. Итак, чего же Иона ждет? На самом деле он думает, что сейчас будет восстановлено Царствие Божие, ставит кущу для того, чтобы встретить Мессию. О дальнейшей истории Ионы нам известно очень мало. Он вернулся в землю обитованную, но жил где-то далеко от столицы. Естественно, никто его не судил. Он умер в возрасте примерно в 120 лет. Он упоминается в книге Сефердородка, где идут перечисления многих мужей Божьих. Еще одним взносом или еще одним вкладом, точнее сказать, в жизни еврейского народа, наверное, можно назвать тот факт, что в соответствии с традицией на праздник Йом-Кипур, судный день, принято читать Сефер Иона, книгу пророка Ионы. Почему? Потому что она призывает к покаянию и она говорит о том, что тот, кто покается, обретет спасение. Вот это то, к чему мы призываем через книгу Ионы сегодня. В грядущее царствие Мессии не может войти человек нечистый. Только тот, чьи грехи омыты кровью пасхального ангца, машеха и еще, только тот может войти в Царствие Божие. Именно поэтому книга пророка Ионы это книга пророчеств о Царстве Божьем. Да благословит вас всех Господь с молитвой за вас. Амин. Аминь. Аминь.